Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Не спешился и попал под колеса автобуса. Дорогу на 50 лет в ЛКСМ затруднила авария. Автобус медленно ехал, может километров 20-15. Кто прав, кто виноват. Поддержка рублем многодетные семьи страны получат помощь в школе. Оказывается, приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. В каком размере? Ливни и жара. Синоптики прогнозируют желтый вторник. Максимальная температура воздуха плюс 30 градусов. Когда закончится лето? А также скоро в школу. Внимание детям и есть работа. Какие предложения прозвучают на ярмарке вакансии? Велосипедист угодил под колеса автобуса. ДТП произошло утром на 50 лет в ЛКСМ. Пострадавший с различными повреждениями доставлен в больницу. Максим Кембель с места ЧП. Велосипедист даже не успел среагировать, отмечают очевидцы. Водитель МАЗа сразу нажал по тормозам, хотел избежать столкновения. Масса машины несколько тонн, шансов уйти в сторону практически не было. Автобус медленно ехал, ну, может, километров 20-15, не быстрее. То есть я считаю, что он, во-первых, не слез. Но тут же нет велосипедного перехода. То есть он нарушил, я считаю, и он сам виноват. Очевидцы отметили, во время столкновения велосипедист полетел вверх и ударился головой об асфальт. На месте еще остались следы крови. ДТП произошло утром в 13 минут 10. Автобус двигался по улице 50 лет в ЛКСМ в сторону Минской. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе. Это послужило причиной происшествия. Велосипедисту причинено телесное повреждение, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В стране выздоровели выписанные из больниц свыше 67 тысяч пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зафиксированные без малого 70 тысяч пациентов с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели порядка миллиона 423 тысяч тестов. Минздрав России начал производство вакцины от коронавируса. Страна первая в мире сообщила об успехе своего препарата и зарегистрировала его после двух месяцев испытаний. Нужное для россиян количество доз, как сообщается, будет готово примерно через год. Препарат представляет собой две ампулы с первым и вторым компонентами вакцины, которые нужно принять с перерывом в три недели. По данным Минздрава, такая схема позволяет сформировать иммунитет на срок до двух лет. Трейловый забег, новые вакансии и урожай 2020. Аграрии намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусской аграрии намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Культуры убраны на более чем 86% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, затем идет Гродненская, после Гомельская и Минская. Замыкают пятерку Могилевской и Витебской регионы. Три четверти белорусских школ уже получили паспорта готовности к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут порядка 1 миллиона 55 тысяч учащихся, в том числе 114 тысяч первоклассников. На работу в учреждении образования уже направлены почти 5 тысяч молодых специалистов в столице и регионах. На электронной ярмарке вакансий соискателям предложат более 500 рабочих мест. Посмотреть их можно 20 августа на сайте e-vacancy.by с 10 до 12. Те, кто находится в поиске, смогут ознакомиться с вакансиями, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование. В мероприятии примут участие 6 организаций столицы. В Беларуси стартовала акция МЧС в Центре внимания детям. Инспекторы напомнят родителям и малышам о правилах безопасного поведения. А также вручат каждому брошюры, буклеты, памятки и календари. Расскажут элементарные правила безопасности. Акция продлится по 10 сентября. Августовский канал в эту субботу приглашает на трейловый забег. Здесь для любителей бега подготовлено сразу несколько дистанций. Помимо основной, в 50 километров пройдут забеги на 9 и 22 километра. Главное отличие трейла от классического кросса в ландшафте и перепаде высот. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением болевшей проблемы. Есть эксклюзив, корреспонденты Павруск-360 готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. К новому учебному году 102 тысячи многодетных семей по всей стране получат материальную помощь на общую сумму 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Выплаты на одного ребенка 54 рубля. На всю семью 112. Для малообеспеченных также предусмотрена поддержка. Первое – это единовременное пособие. Оно имеет целевой характер. Оказывается, на приобретении одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. И второе – и семье может быть оказано ежемесячное социальное пособие. Средний размер помощи в рамках единовременного пособия составляет на сегодня 160 рублей. В рамках ежемесячного социального пособия – это 40 рублей. По вопросам предоставления выплат необходимо обращаться в администрации районов. Лето продолжается. Выходные выдались по-настоящему жаркими. Столбики термометров поднялись до плюс 30. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлестова. Субтитры создавал DimaTorzok На пять тысяч зданий. Уже сгорели 20 домов. Стремительно разносит пламя жара и резкий ветер. Без света могут остаться сотни тысяч семей. Разрушительный шторм разгулялся в Бразилии. Мощный ураган оставил без крыши над головой более 800 жителей. Пострадали не менее 16 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Сильные порывы ветра и крупный град разрушили почти 130 домов. Кроме того, на территории региона было сфиксировано два торнадо. Повалены сотни деревьев. Они перекрыли дороги и оборвали линии электропередачи. В Непале ливневые дожди вызвали мощный оползень. Их жертвами стали не менее 16 человек. В центральной части страны под завалами оказались сразу 30 жилых домов. 38 человек в списке пропавших без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие военнослужащие. Завтра небо над Бобруйском накроет облака. Возможен дождь. Ветер южный со скоростью 2,4 метра в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 26. Ночью 18 выше нуля. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!